Наш крымский полуостров богат не только на красивые горные и лесные места, но и на количество разных фруктов, овощей. Я предлагаю о фруктах, овощах и прочих вкусняшках поговорить с нашим новым гостем, который уже сейчас сидит на мягких диванах и ожидает нас. Итак, в нашей студии Алимеза Рединова, заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым. Вот, кстати, знаешь, я читал, что оказывается, все считают, что у нас главная отрасль экономики это туризм, но на самом деле сельское хозяйство. Давай поинтересуемся. Давай поинтересуемся, да. Доброе утро. Доброе утро. Как началось утро нового дня у вас? Утро, как обычно, с кофе, ну и приездом к вам. Жалко, что у нас кофе в Крыму не растет, правда? Да. Скажите, принято считать, что в Крыму доминирующая отрасль туризм. Может быть, все-таки это сельское хозяйство? Ну, сельское хозяйство, да, одна из приоритетных отраслей Республики. И сельское хозяйство вносит довольно весомый вклад в экономику Республики. Поэтому я думаю, что они на одном уровне. Скажите, а какие вот... У нас же климат мягкий, солнца много. Какие культуры наиболее, скажем, экономически целесообразны для выращивания? Ну, обычно это овощная культура закрытого грунта. Можно сказать, высокориентабельное производство. Это тепличное хозяйство. То есть круглый год выращивать помидоры? Да. Это земляника, это ягоды. Что касается животноводства, это, конечно же, свиноводство, птицеводство. Это вот наиболее высокориентабельное производство, когда так называемые быстрые деньги. Скажите, а вот субтропические плодовые культуры, которые растут в Ялте, Алуште, инжиры, зизипусы и прочие гранаты, они как, не являются у нас какой-то такой весомой частью нашей экономики? Ну, к сожалению, эти культуры не растут на всей территории республики. Это только южный берег. Конечно же, в личных домохозяйствах у людей можно встретить и гранаты, и оливку, и инжир, но в масштабах промышленного производства, к сожалению, его нельзя выращивать, например, в степном крыму. Поэтому растет в небольших количествах только на южном берегу. А на южном берегу нет ли таких больших плантаций, я не знаю, может, государственных, инжирных, например? Нет, к сожалению, насколько я знаю, самая большая плантация, ну, можно сказать так, плантация, насаждение инжира, это в Никитском ботаническом саду. Да, там целая коллекция из двухсот сортов. Саша, они по-настоящему знают об этом. Я просто у вас так интересуюсь пристрастием, потому что сам немножко занимаюсь выращиванием разных экзотических растений, вот, очень интересуюсь, а вдруг когда-нибудь у нас полуостров прославится оливками, например. Да, оливки вот тоже произрастают в Никитском саду, они даже реализуют свою продукцию, перерабатывают ее, поэтому оливки, к сожалению, не будут расти в степном крыму в таком количестве, в котором бы хотелось для масштабов промышленного производства. Вот вы так вот рассказываете с таким азартом про то, что вот степной крыму все-таки это особенный регион. Я понимаю, что в вашем ведомстве особенно с пристрастием защищают интересы фермеров, это действительно так? Конечно, конечно. Мы делаем все для того, чтобы нашим сельхозпроизводителям было комфортно работать, выращивать свою продукцию, так как у нас одна общая цель – обеспечить население Крыма и отдыхающих продуктами питания. Насколько успешно реализуется отстаивание интересов фермеров? Да. Ну, мы для этого сделаем все возможное, конечно. Есть некоторые проблемные вопросы, которые необходимо решать на законодательном уровне, но мы выступаем при возникновении таких проблем, мы выходим в законодательные инициативы и наши проблемы постепенно решаются. Скажите, а вот качество крымского производства отличается от других регионов? И если отличается, то чем? Что касается качества, ну, я всегда об этом говорила, что крымские фрукты и ягоды, они отличаются по вкусовым качествам, так как здесь количество солнечных дней довольно-таки большое, и в связи с этим вкусовые качества и винограда, и фруктов, они отличаются, они и сахаристость больше, и пользуются большим успехом и на материке, и в других странах. А что касается переработанной продукции, например, качество молочной продукции у нас, нашей крымской, оно, конечно же, выше, так как срок реализации, срок годности этой продукции низкий. Это говорит о том, что используются только натуральные продукты, и качество данной продукции, ну, довольно-таки на высоком уровне. И об этом говорят и проверки, которые проводятся Росрехоснадзором, Роспотребнадзором, и они подтверждают, что крымская продукция в большей своей части, конечно, она натуральная и качественная. Ривана Зимбановна, вот мы с вами коснулись законодательных проблем, а вы бы не могли вот все-таки осветить парочку каких-нибудь самых животрепещущих? Ну, вот, например, самая большая проблема на сегодняшний день, которую мы пытаемся решить на законодательном уровне, это поддержка эфирно-осличной отрасли. Она для Крыма очень приоритетна, и много лет мы пытаемся, как бы, осуществить государственную поддержку. У нас, вы знаете, большое внимание уделяется именно государственной поддержке производителей, но, к сожалению, эфирно-осличная отрасль, которая приоритетна для Крыма, в эту поддержку не попадает, так как эфирно-осличная продукция, она не является сельхозпродукцией. Есть так называемый перечень сельскохозяйственной продукции, туда не входят ни саженцы, ни готовая продукция, ни лаванда, ни розы, ни шалфея, поэтому мы вышли с законодательной инициативой и просим внести изменения в этот перечень. Он вносится на федеральном уровне, в этот перечень, для того, чтобы можно было в дальнейшем сельхозпроизводителей поддерживать и увеличивать плантации под той же лавандой, розой, шалфеем, потому что когда-то Крым славился, и большая часть поступлений в бюджет была именно от реализации продукции эфирно-осличной отрасли. Как сейчас вот на этом, скажем, поле битвы происходит, обстоят дела, я имею в виду именно в эфирно-осличном производстве? У нас еще остались какие-то плантации? Да, конечно, мы хвастаемся тем, что у нас вот в Тургеневке, в Сарайском районе самое большое лавандовое поле в Европе, поэтому у нас еще остались предприятия, которые готовы производить, перерабатывать продукцию, производить эфирное масло. И у нас сейчас задача увеличить именно сырьевую базу выращивания, поэтому, несмотря на то, что на законодательном уровне еще не решен вопрос по внесению изменений в перечень, мы сейчас предусмотрели в проекте бюджеты и, надеемся, со следующего года уже на региональном уровне пытаться помочь предприятиям и фермерам, производящим, выращивающим эфирно-осличную отрасль, пока финансировать республиканского бюджета. Для этого не нужно ссылаться на этот перечень. А уже когда будет законодательная инициатива, она утверждена на федеральном уровне, тогда будут более большие масштабы. Ну что же, я надеюсь, что у вас все получится, и вы поддержите наших преддоводов. Мы делаем все для этого возможно. У нас осталось буквально 30 секунд, я прошу к вас обратиться к крымчанам и пожелать им сегодня хорошего дня. Да, я хочу пожелать всем, кто нас видит и слышит, хорошего дня, сегодня прекрасное утро, поэтому всем хорошие пятницы, удачных выходных. Ну и с понедельника начинается уже учеба тех, кто родители, дети, которые идут в школу. Удачи и детям, и родителям. Ничего самого наилучшего. Спасибо большое. А мы напоминаем, что в студии была Алине Зарединова, заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым.